Лидия, тебе сегодня задача самая сложная из всех. Сбить немецкий аэростат наблюдателю поселка Резаветинский. Сегодня колбаса должна лежать на земле. Почему 21-летняя девушка получила от командира самое опасное и сложное задание из всех? Лидия Литвяк была профессионалом. Как говорят в авиации настоящим асом? Первый раз в небо она поднялась еще в 14, а в 21 уже стояла в строю наравне с мужчинами, летчиками-героями. В воздухе ее боялись, а на земле восхищались. В боях под Сталинградом эта хрупкая девушка совершила 89 боевых вылетов, сбила 16 вражеских самолетов и один аэростат-наблюдатель. Вот это самое удивительное и ценное, что она была очень женственной. Она была очень нежная, ранимая. И когда немцы встречались с ней в небе, они вообще не могли предположить, что там женщина. Вот такие вот кардинальные стороны человека. То есть воин, но остается женщиной, которая любит, которая хочет иметь семью, детей. Снять фильм о Лидии Литвяк решила актриса севастопольского тюза Наталья Клочкова. Прочитав однажды статью Андрея Кудрякова про летчицу, погибшую на Донбассе, поняла, что хочет попробовать все написанное экранизировать. Обратилась за помощью к коллегам. Те ее поддержали. Да, они поддержали, потому что я, конечно же, принесла материал, сказала, кого я вижу в чьей роли. Они прочли, и я очень им благодарна. Они заразились и не только выполняли то, что я им скажу, они приносили что-то свое. Актеры признаются, совмещать работу со съемками фильма было непросто. Локации приходилось искать рядом с Тюзом. А из-за небольшого бюджета спецэффекты в фильме создавали сами. Так, самолет Як-1, на котором совершала подвиги Лидия, был взят из VR-игры. Позже вместе с другим актером Владимиром Соловьевым они решили посадить в кабину и саму актрису. Меня это очень удивило. Я подумал, почему бы не попытаться это использовать в фильме. Мы вместе с Вовой созвонились, попытались все это записать, потом наложили на это какие-то эффекты и сделали такое подобие съемки того времени. Из двигателя повалил дым. Наверное, это конец. Все мое тело стало тяжелым, ватным, и я закрыла глаза. На показе короткометражный фильм посмотрели не только взрослые. Многие пришли с детьми. Присутствовали и школьники. Картина впечатлила всех. Мне очень понравился фильм. Понравилось то, что показано не только с исторической стороны, но и с душевной. Трогает за душу. У меня действительно были мурашки. Я думала, что будет какой-нибудь спектакль там. Опять актеры будут что-то играть. Но тут такое изменение. Мне очень понравился фильм. Мне понравились там все моменты. Особенно, когда сбили этот как-то дирижабль. В дальнейшем, если отзывы от зрителей будут такие же положительные, возможно, этот короткометражный фильм покажут и в школах Севастополя. Анна Подубна, Деливер Меджитов, Новости Севастополя.